Всем здорова! Как вы уже поняли, сегодня очень необычный видос, потому что я буду учить свою девушку кататься на сноуборде. Яна, привет! Поздоровайся со зрителями. Привет! Короче, хочешь кататься? Загрузка, ну. Влад! Хочешь кататься? Да хочу, давай, быстрее. Один раз она уже каталась, конечно, немного стесняется камеры, потому что мы снимаем это начало уже минуты две, хотя могли быть секунд 30. В общем, ребят, надеюсь, видос будет интересный и насыщенный, потому что я с Яной последний раз видео снимал когда? Да хуя давно. Ну вот. Так что поехали, посмотрим, как Яна падает. Возможно, не будет падать, потому что один раз она уже каталась, сегодня второй раз. И, в принципе, задний кант она уже освоила. Беру свою доску, у Яны пока прокатная, но это вопрос времени. Если ей понравится, будет у нее свой сноуборд. Мы поднялись на гору, Яна готова. Давай, покажи, что ты уже научилась. Ждем. О, ну все. Молодец. Это, ребят, два часа катания, и она уже вот про финал. Это мы еще с ней до Нового года покатались, и она вот, в принципе, упала только первый раз за пуск. Кстати, сейчас пока открытые перилы, надо попробовать по ним покататься, потому что времени мало, их закрывают вечно, когда я прихожу покатать, и в итоге не могу поскользить. Потому что я хочу научиться скользить по перилам на сноуборде, именно по нормальным, но не могу, потому что все закрывается. Как вам первые шаги, Яна? Что лучше, сноуборд или лыжа? Скейт. Ой, 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 ой. У Яны еще после первого катания все колени были синие. Молодец. Короче, пока открыт сноупарк, попробуем поскользить либо по этой периле, которая железная, и по ней вроде как не так страшно мне, потому что она идеально ровная, я по таким привык скользить на скейте. Либо на этой пластиковой трубе, она побезопаснее, потому что она мягкая, если на нее упасть. Но, блин, она у меня вызывает не такое доверие, как та, потому что я могу кантом в нее зацепиться и улететь. У меня такое было, когда я скользил по маленькой трубе в прошлых видосах. Знаете, как я улетел? Тупо так же, как и раньше. Идите сюда. Вот. Словил кантик и немножечко отрезал этой хуйни. Класс. Проблема в том, что я понимаю, как все это делается, потому что, ну, тот же скейтбординг, только ноги прикреплены. Но у меня играет очко, потому что вижу большую перилу и понимаю, что я не вытяну, не смогу откинуть доску, хотя борцать у меня всегда с первой попытки на скейте. А тут просто очко. Ну, ничего, сейчас доделаем, потому что у меня уже булки болят, я не хочу, чтобы они болели. Лучше доделать, и все будет, короче. Только что было очень забавно, короче, вы видели, что произошло? Я падаю, и походу локтем ударил себя по дыхалке, и когда приземлился, у меня было две мысли. Первая в том, что я задыхаюсь, и вторая, что у меня сломаны ребра, потому что я офигел, у меня что-то болело и дыхалка, и ребро, но потом что-то потрогал ребро, вроде все в порядке. Еее, два барслайда подряд. Удивительно, но я это сделал, и это, блин, то же самое, что в скейтборде. Просто, короче, в конце я сразу хотел очень сильно вылететь вперед, потому что очковал, увидели, что происходило, и я улетал очень сильно. Яна пока снимала замерзла, поэтому сейчас мы с ней покатаемся. А потом, если фигуры не достроят, попробую по пластмассовой периле фифты, а по это бортслайд одной линии. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так вот, 50-50 вроде легче, потому что ты просто запрыгиваешь на нее всей доской, а бортслайд сложнее, потому что ты как бы скользишь, баланс держишь, еще потом нужно выходить. На 50-50 именно запрыгивать гораздо страшнее, чем на бортслайд мне, по крайней мере. Ну это уже точно то, что нужно, да? Ты же снял? Ты сняла? Ты снял? Я? Ну, мы сняли уже, да? А, ну да. Не пугай так, я думал, ты имеешь в виду, что только я снимать должен. Нет, я сняла тебя, я потом поеду. Напишите в комментариях, как. Только что прям не засал, и самое забавное, и самое стрёмное то, что я на больших ходах подъехал ко второй периле, и я начал скользить прямо на ее конце. Вот это оно. Сука. Кстати, те, кто хочет видеть Яну чаще в моих видео, напишите в комментариях, потому что у меня были мысли насчет того, чтобы научить ее на скейте кататься так. Ну, точнее, если честно, не у меня, а у нее мысли насчет того, чтобы она научилась кататься, и меня снимала, она этого хочет, а я вот не знаю, потому что учить ее страшно, мало ли она потом трюки захочет делать, а когда она будет лететь шести ступеней, я буду за нее бояться. Короче, вроде мы неплохо откатали, тупо весь день в трюках, в катании, Яна, наверное, устала меня снимать, потому что мне, кстати, неловко было ее просить, ибо она хотела покататься, а я ее выпер, попросил поснимать. Че ты смеешься? Я ее выпер. Ну да. Она, конечно, сама просила покататься, но в итоге вместо катания наполовину она была моим оператором. Не устала меня снимать? Не. Значит, да. Ну и на этом, к сожалению, видос будет заканчиваться, потому что мне сейчас нечего вам показать. Яна пока что в движении не сможет меня поснимать, но это вопрос времени. Я, конечно, могу на твоей камере, потом будет плохо. Я понял, да. Просто у меня открыты микрофоны, и если туда попадет снег, то это все минус камера, и будет у меня второй микрофон от Sony, и это не круто. Так что как-нибудь потом как раз сделаю что-то новое, сниму для вас, и будет офигенный видос. Так что, ребят, на этом будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео, лайки, дизлайки, комментарии, и всем пока. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!